Здравствуйте! Гость сегодняшней нашей программы довольно редко дает интервью по ряду причин, но для меня сделал исключение, за что я ему благодарен. И мне хотелось бы обсудить с ним ряд вопросов, касаемо происходящих событий, касаемо армянских общин России, касаемо происходящего вообще масс-медиа. Он гость многих ток-шоу на федеральных российских телеканалах, с его позиции многие из вас знакомы, но многие не знакомы даже с тем, что какие вообще у него корни, скажем так. А корни такие настоящие, довольно-таки патриотичные, как в Армении, так и в России. Об этом мало кто знает. А героев, как мне кажется, надо бы знать в лицо, что называется. Итак, у нас в гостях Араик Степанян. Здравствуйте, Араик Аганесович. Добрый день, Владимир. Еще раз спасибо, что приняли приглашение. Я сам не любитель давать интервью, так как говоришь одно, но сталкиваешься порой с противоположными какими-то вещами. Тем не менее, обсуждать нужно. И начать я хочу с того, что вы не из простой семьи, и ваши братья Гагик и Баграт, и вы тоже участники Первой Карабахской войны. Гагик посмертно награжден боевым крестом. Вы все были участниками боев в Бердзоре, Кубатлы, Физули, Карвачари. Также ваши деды, вот я узнал, воевали в Башапаранском сражении, а другой во время Великой Отечественной войны дошел до Берлина. Это все в открытой информации. И даже там оставил запись, насколько я знаю, на стенах Рейхстага. Поэтому происшедшее осенью прошлого года вам близко втройне. Что, на ваш взгляд, произошло, кто виноват и что делать дальше? Во-первых, спасибо за приглашение, Вадим. Твое предложение отличается от других, что формат беседы. Мы и так будем размышлять о нашей стране, исторической нашей родине, о нашем народе и так далее. Второе маленькое уточнение. Значит, я, конечно, очень, скажем, большой к такому вниманию моей струнной пессоне, моей семье. Но некоторые вещи, которые вы здесь сказали, это немножко переувеличено азербайджанской пропагандой. Что касается моего брата Баграта Старшего, он, конечно, активный участник Карабахского движения, но он в боевых действиях не участвовал. И он просто спортсмен удачный такой был, вратарем Арарата он был, вратарем Кутайского Абувьяна. И при нем эта команда из второй лиги вышла на первую лигу в советское время. Но потом Союз развалился, и это достижение осталось как бы в истории Советской Армении, в истории спорта, как такая, скажем так, светлая такая точка. Вот. Далее... То есть я оказался жертвой азербайджанской пропаганды сейчас? Да, да. Они очень много обо мне врут, пишут там и так далее. Ну, то есть мне непонятно, почему раскручивают. Вот это... Притом это не новое явление. Я еще не был на этих ток-шоу. Вдруг они начали взять мои выступления перед армянской молодежью, начали переводить на английский язык. Значит, отдельные фрагменты. Ну, в общем, короче говоря, пиарили меня. Я что-то не понимал это, кто и почему. Хотя бы должен я за эту рекламу платить им деньги. Но они это делают бесплатно. Поэтому, как говорится, там есть тоже добрые люди. Вот. Теперь, значит, что касается, что у нас происходит. Но все остальное и правда, я сказал, да? Ну, там немножко переувеличено все, да. Но про брата, вы погибшего верно сказали, да. Он в Кельбаджаре это было 16 марта 1994 года. Ну, его заслуги такие не скромные, не такие, как у меня. Поэтому лучше говорить о нем, чем обо мне и о моем третьем брате. Да, дед мой действительно воевал. На Первой мировой войне, значит, участвовал. Вот, было у него две ранения. Вот. Ну, в общем, второй дед мой дошел. Ну, двоюродный дед. То есть, этот был, скажем так, сыном брата моего деда. Вот так скажем. Вот. И он действительно дошел до Берлина. Оставил в истории свой почерк, свой след. И, кстати, потом говорят, Аветики Саакян, армянский поэт, все-таки, читав этот надпись на Райстаге, пришел, его нашел в этом деревне. В моем вот отцовском деревне. Его нашел. И он, в общем, там, абсолютно был простой человек, но очень эрудированный. Я с ним много общался. Очень был эрудированный. Он знал Гегеля, отлично читал, знал Гегеля, философствовал со мной там и так далее. Вот. Но очень был такой простой крестьянский мужик. Вот. Очень достойный мужик. Жил он долго. Он был на открытии памятника моего брата. Он тоже выступал. В общем, очень был энергичным и таким очень патриотичным человеком. Вот. Ну, скажем так, семейные эпопеи мы завершаем. И теперь перейдем к происшедшему. Да. Что происходит или что произошло сначала. Вообще-то в мире время от времени происходят глобальные геополитические потрясения. К сожалению, я должен отметить, наш народ всегда не готов к таким потрясениям. Всегда. Последние, можно сказать, полторы тысячи лет наша элита, элита, как-то странно всегда ошибки совершают. Как будто специально совершают какие-то роковые ошибки. И вот 20 век не было исключения, и 21 не стал исключением. Понимаете? Хотя мы любим говорить, что мы другие, мы не будем совершать эти ошибки 19-20 века и так далее. Но все равно совершаем. Я заметил, у нас трагедии случаются в начале каждого века. Да. Значит, понимаете? Потому что мы не делаем никакие выводы. Выводы неправильные делаем. Потом, если даже кто-то какие-то правильные выводы делает, никаких шагов не предпринимаем. Парадоксально. Понимаете? Я это явление называю как народ оккупированный. Понимаете? Наш народ оккупированный. Потому что неважно вы где. В Армении, в диаспоре, там, Америка, Европа, Россия и так далее. Мы оккупированы. Вот любое начинание гасится именно с помощью армян. Понимаете? Если вы, например, пытаетесь что-то полезное делать, откуда-то появляются люди и начинают торпедировать это начало. Под разным предлогом. Понимаете? И это может быть член общины, член церкви или представитель государства армянского. Раньше, когда мы не имели... Ну, у нас была советская Армения. Такая картина была и в диаспоре с этих партий. Дашнаки, гончаки, рамковары. Они друг друга жирали. Понимаете? Съедали. То есть Дашнак не имел права покупать газету гончаков. Гончак не имел права купить рамковары, рамковары Дашнака. Они друг другу не давали дочек замуж. Не женилисты они, понимаете? Настолько это абсурдно. Вот это я объясняю как оккупированный народ. То есть нас кто-то, скажем так, какой-то, не знаю, какая-то сила изнутри держит в таком состоянии, чтобы мы никогда не могли организоваться. Понимаете? Потенциал у нас очень огромный. В мире таких, не знаю, даже на одной руке вы не шерчете народ, который имеет такие колоссальные возможности и потенциалы, которые вообще не воспользуются этим. Вообще. Теперь 21 век. Казалось бы, у нас уже есть независимая страна, у нас есть армия, гарант безопасности армянского народа и так далее. Все красиво. У нас самый один из сильных союзников в мире, у которого вооружение самое предовое. Значит, наша армия обучалась и училась, значит, на, скажем так, советских военных школах, советских военных школах, да, российских генштабах. То есть у нашей стратегии была такая стратегия победителей. Победоносная школа военная. И 30 лет мы были в союзе с Россией, ну и сейчас как бы являемся. Значит, и мы думали, то есть, что кто-то нас будет все время защищать. Поэтому мы не занимались ничем, абсолютно ничем, кроме хороват, кабам, коньяк. Вот это все, вот это, значит, в Армении, видите, там, субы, кафе, все приезжают. Кирюшка-муж, там, все и так далее. Застолье, тосты, там, пафосные вещи и так далее. То есть никаких практических дел. Самоорганизация народа, воспитание народа. Ну, там много есть критериев, которые нужно было делать государству. Ну, во-первых, каждый армоним должен был легко выявлять красивую, уродливую сторону нашей этой жизни, этого мира. Именно иметь высокие идеалы, например, да, к чему надо было стремиться. Ценности и принципы, которыми он должен был руководствоваться. Армянское государство должно было, скажем так, определять смысл существования человека, народа, если конкретно за армянина. Арай Каганесович, я вас перебью, вот по поводу союзника вы сказали. Это понятно, что у нас, да, сидели, надеялись, что придет батька и, как бы, поможет. Но, тем не менее, надо сказать и то, что батьке-то до сих пор и нет помощи. Либо я чего-то не знаю. Я как раз вот, ну, как бы, немножко сдалека иду, да, вот, что государство должно свою функцию выполнять сначала. Свою функцию. Если государство будет четко, цельно выполнять свои функции, то, вы знаете, и не менее нуждались бы такого, значит, помощи или поддержки и так далее. И мы смогли сами решать свои проблемы, могли, значит, ответить на эти вызовы и так далее. Но мы этого не сделали. Дальше, если вы надеетесь на кого-то, значит, будьте уверены, что вы проиграете. Это кого-то может опоздать, может не быть, не прийти на помощь. Всякое может быть. Потому что, чего вы взяли, что безукоризненно этот ваш союзник будет выполнять свои обязательства. Да, хотя мы, когда говорим союзник, подразумеваем, что союзник обязан выполнять свои обязательства. Обязан. Он не может тут, понимаете, там, думать. Турция, Турция же выполнила свои обязательства. Турция выполнила четко. Мало того, она не говорила, что вы знаете, если вот на вас нападут, если на Хичеван нападут, я приду. Ну, если, в общем, этого нет, этого. То есть, Турция, Эрдоган четко заявил. Я приду вам на помощь в любом виде. Хоть в поле боя, хоть идеологически, хоть переговорно и так далее. И пришел? Да, и пришел, и сделал. Они сделали четко. И Пакистан сделал свои обязательства. Может быть, и такого у них не было официального. Но мне кажется, они только заслуживают уважения. Эрдоган только заслуживает уважения. И это, наверное, макет, эталон союзничества. У меня к Эрдогану нет никаких, как бы, претензий. Человек заявил, что хочет делать. Человек сделал. Да, то есть, если, например, мы там были союзниками Турции, Турция не нас поддержала, а Азербайджан, мы могли обижаться, что вот, не знаете ли. А он свои союзнические обязательства выполнил четко. Значит, ну, я почему начал речь от геополитических этих потрясений? Потому что после развала Советского Союза были многие такие, скажем, перетряски геополитические. Но постепенно очертались новые союзы, новые конфигурации и так далее. И уже в 2010-х годах стало очевидно, что есть сближение Турции и России. Намечается это сближение. И тогда, значит, пошли вот эти все газовые и южный поток, такие теплые, такие медовые отношения, до еще сирийских процессов. Потом, значит, я почувствовал, что здесь, в России, как-то начинается такая деликатно, деликатно, значит, скажем так, Армению, так, знаете, немножко ставят на место. Каким образом? Вот, например, я начал слышать такие разговоры, что Армения хочет Россию, политику Россию построить под себя. Вот это под себя. Подождите, говорю, а где вы видели, что Армения может, вообще, может такое себе позволить? Это Россия, не какая-то Сомали там, понимаете, или Гондурас, которую можно чем-то подкупить. Это империя, которая имеет свои доктрины, свою стратегию и так далее. И вот так невозможно, какая-то маленькая Армения под себя. Но я уже понимал, что здесь идет какая-то игра, и нужно как-то влияние Армении гасить в России, потому что намечается такая дружеская, значит, отношение с Турцией. Хотя еще там никаких проблем в силе еще не было. И вот, значит, я это чувствовал, что каждый раз начинают мне такие вещи говорить. Я хотел узнать, а кто эти такие, эти армяне? Это какие силы? Например, кто? Какой-то там, я не знаю, президент Армении хочет, или здесь армяне, которые, эксперты, или кто эти армяне, которые хотят поднять под себя Россию? Понимаете, это абсолютно ложная была, придуманная ложная такая концепция, это не концепция, а такой принцип, чем надо было как бы изолировать армян, чтобы они не очень возникали за эту дружбу. Потому что Россия имеет свои интересы, и им плевать, значит, как бы мнение, позиции Армении. Ну да, если Армения не союзник по ДКБ и по всем вопросам Европейскому союзу, там можно союзник, то тогда да, можно наплевать. Но если вы говорите, что вы союзник, то вы обязаны учитывать интересы своего союзника. Как это делают американцы, как это делают две Запад? Они там, одна Литва может там требовать что угодно от американцев, от Брусселя там и так далее. И они каждый раз подчеркивают, что мы едины, мы союзники, и американцы говорят, мы своих союзников там будем защищать и так далее. Хотя Афганистан никогда не был его союзником. Американцы, что говорят, вот они кинули и так далее. Так они ничего им не обещали. Они пришли, покорили эту страну, поставили своих наместников, учили, учили, потом перестали учить и ушли. Все. Какие у них там, что они клялись им верности, подписали договор о безопасности или что? Ничего такого не было. Просто американцы, как любой самодур, действуют так, как ему нужно. А здесь Армения является союзником. И должны быть союзнические отношения. Союзники хотя бы не должны выступать против своего союзника. А я видел, что у членов ТГБ они выступали против Армении. Но это вообще бумажная организация. Я вообще с трудом представляю, чтобы ОДКБ вмешалось в дела Армении. Допустим, на Армению напала там Турция или Азербайджан, или Азербайджано-Турецкая коалиция. Вот честно говоря, я даже не представляю, как ОДКБ будет здесь вмешиваться и как бы примет участие в театре боевых действий со своими друзьями и партнерами. Это я говорю о России. И уж вообще не представляю, что там впишется Кыргызстан или Казахстан или тот же Батько Белорусский. Но мне просто в голову не приходит, что такие друзья Азербайджана могут вписаться. Ну, я не буду судить, какая ты организация, но это организация, в которой поставил свою подпись. Или ты, не отвечая за свою подпись, тогда отзови свою подпись. Или если подписать, я отвечаю за это. Вот и все. Это союзнический договор о коллективной безопасности. Это не торговые отношения, что передумал, значит, вам продавать там какую-то кукурузу. Все, значит, там может судиться. Но пока, к сожалению, еще ОДКБ никак себя не проявил, кроме озабоченности. Мы это все знаем. Так вот смотрите, за 30 лет, скажем так, верной дружбы Армении с Россией, да, никаких претензий не было к армянам. Никаких. Абсолютно. Даже не было. Абсолютно, да. Идеалистически, называли идеалистически. Отношение Армении с Россией было идеалистично. Значит, после 30-летней вот такой дружбы Армения сегодня стоит перед катастрофой. Вот сейчас это поражение, например, там фронта Сипирь стоят в Сунике. И здесь говорят, что вот, Армении, вы виноваты. Вы виноваты. То есть, оказывается, что дружба, 30-летняя дружба с Россией для армян это было абсолютно невыгодно. То есть, это говорит Россия. Ну, российские эксперты, политики. И обвиняют, что якобы там какой-то Соровский человек пришел. Якобы Соровский. Они не понимают, что вот такими высказываниями они унижают Россию. Понимаете? Великую империю унижают. Каким образом? Вы знаете, как можно говорить, что какой-то старик маразматический, да, сильнее Великой империи. Вот этот Сорос, настолько он силен. Он круче, чем российская вся империя. Но при этом умалчивают они, что тот же Сорос был на проспекте Вернадского в Москве в 90-х годах. У них там офис был. А я лично, я лично работал в школе и преподавал, мне во всяком случае дали учебники истории под авторством кредера, которые были напечатаны Соросом. То есть, на его деньги. Это было в России. Учебники по истории России. Вы знаете, сколько здесь этих экспертов, которые проходили Соросские школы и их гранты получали, сейчас изобрали себя борцами против этого Сороса. Это какая-то комичная, карикатурная такая, знаете, вот бумажная, абсолютно пустышки, которые, в общем-то, за деньги могут петь любую песню. И плевать, значит, какую. Поэтому здесь я их не беру в счет. Я говорю, что когда вы говорите, что Сорос там гуляет Армении, там, что Рассиатопричит и так далее, вы говорите, что Россия настолько беспомощная, настолько империя пустышка, что даже в этой маленькой Армении, где он три, она 30 лет имеет и военную базу, и все-все-все-все, оружие отношения с элитами и так далее. Ну, там вообще все пророссийские, я нам не знаю, там можно на пальцах считать, кто сегодня может там что-то реально антироссийское. Но вот это поражение там может привести к таким, значит, необратимым последствиям. Потому что вот это, то, что я говорю, 30 лет вот этой дружбы, надежды, что Россия – это союзник надежный, они привели вот к такой катастрофе. И мало того, еще и армяне обвиняют, что вы сами и виноваты. То есть армяне, то, что верно служили, были верными союзниками, они виноваты в этом. Понимаете? И теперь, значит, нам начинают, груди, сначала первые дни войны, они все время говорили, что Починян это Сорос-Сорос, а потом помолчали, все, замолкли по команде, что хватит, Починян все делает, то, что говорит Москва. Это уже никак не катит, что он Соросята. Когда, если такой хороший он Соросята, тогда Сорос – это буророссийский человек. Это агент кремлевский, если у него такой президент, как Починян. Понимаете? Вот. Далее, смотрите, армяне думали, что вот это, скажем, вероломство Азербайджана будет осуждено. Они уверены были. Во-первых, Азербайджан поставил все-таки свой подпись, что Карабахскую проблему они будут решать только мирным путем. Мирным путем. Алиф подписал, Казани подписал, еще он для того, чтобы всегда утверждали, что только можно мирным путем. Нарушил вероломный напад. Второе. Азербайджан привлек свою сторону международных террористов. Этот факт в России тоже признают, потому что об этом впервые сказал глава службы внешней разведки на Рыжке. Он об этом заявил первым, что азербайджанцы перебросывают террористов. Третье. Азербайджан привлек свою сторону нерегиональных держав. То есть, если там все говорили, что Россия говорила, что это только Россия, и Азербайджан, и Армения должны решать, и так далее, Турки, Пакистан, Израиль, все плевать хотели на эти сказки. Они просто тупо пришли и начали помогать Азербайджану побеждать. Понимаете? И Армения как бы... Ну так и Россия плевать хотела. Вот давайте вспомним то, что было в Сирии. Наши войска-то, когда спрашивали, что там делают российские войска, говорят, лучше мы их будем мочить там, чем они потом будут здесь у границ России, или, не дай бог, в России. Но, тем не менее, эти же бандиты в Азербайджане были. Под носом у России, но никого до них до дел не было. Да. И потом Азербайджан еще и принимал это запрещенные фосфорные боеприпасы. Да, да, да. Про это тоже молчат. И тишина. То есть, мы видим, что террористы там есть, есть. Значит, пользовались их услугами. Значит, запрещенные оружия, боеприпасы они принимают. И молчат. И тишина. Почему? Потому что, говорит, у нас хорошее отношение с Азербайджаном. Россия говорит, у нас хорошее отношение с Азербайджаном. Потому что сами мне говорили в 15-м году. Ну, тогда, ребята, значит, тогда вы не должны на Армению, что они хороших отношений на Франции, когда Россия воюет с Украиной, ну, не Россия воюет, а Донбасс, восстал против Украины, да? Армяне же не поставляют оружие украинцам? Мол, ну, бизнес есть бизнес. Мы должны... Или на Донбасс. Да. Или мы, скажем так, не возмущались там, что вот Донбасс восстал, там, и так далее, а украинцы, наши братья, зачем вы это делаете, там, ссорите нас с Украиной, там, и так далее. То же самое с Израилем. Они поставляют, значит, Азербайджан, армяне должны поставлять Хазболе тогда, выходит, да? А почему не должны? Потому что Ливанам у нас хорошее отношение, почему не должны помогать им, да? То есть логика, которая приводится, аргументы, которые приводятся, они абсолютно пустые. Это оговорки. Не имеют отношения к союзническим, скажем так, отношениям. Не имеют. Но это не склеивается. Понимаете? В итоге, конечно, плюс к этому, естественно, внутренние передрязги между армян в Армении, вот эта грязня между собой, в итоге привела вот это плачевное состояние. В итоге. Да, мы об этом еще поговорим. Я вот что хотел еще спросить. Вот вы как считаете, с чем связано столь пассивное отношение армянской общины России вот к исторической родине? Я это заметил не только сегодня, я это и раньше замечал, и до войны, и во время войны. Это что? Это фобия перед Кремлем? Или просто, я не знаю, наплевательское какое-то отношение к корням? Вот скажу честно, я больше имею в виду наших соотечественников, работающих в СМИ. Ведь их там немало, да, и они как-то вот все, все вот эти вот дни войны, они какие-то были мертвыми, и не комментировали вообще происходящее, в отличие, скажем, от тех же азербайджанцев, которых СМИ крайне мало. Зато от базаров до младших научных сотрудников только и делали, что были были вообще вольны, да, в своих вот этих поступках. Как бы наводят на них камеру, и они обязательно должны прокомментировать происходящее в Азербайджане. Вот как это назвать? Почему армяне в СМИ, у которых как бы имеется власть, да, масс-медийная власть, и при этом они как-то вели себя очень скромно? Что это? Как это назвать? Ну, во-первых, армянские представители масс-медии, они не представители масс-медии Армении. Естественно, они будут руководствоваться теми директивами, которые они получают сверху. То есть защищать именно эту позицию. Если им скажут, что надо защищать Азербайджан, они или должны помолчать, уволиться, или выйти защищать Азербайджан. Потому что это не их частная лавочка. Вот я выхожу, вот я авторский такой человек там, и буду говорить то, что как мне думается. Вот я свободный человек, я эксперт. Я высказываю свою точку зрения, значит, учитывая все эти факторы и Россия, Армения, значит, интересы России, геополитические все эти изменения там, и так далее. Я это учитываю. И я говорю, что вот интересы России, интересы Армении, они схожие по всем параметрам. По всем. только вот именно в антитурецком направлении у нас есть расхожение. Россия и Армении расхожение. Потому что они хотят дружить с турками, или бояться турков, я не знаю, да, потому что у Азербайджана, у Баку есть нефть, и хотят на них торговаться. Понимаете, вот у них есть очень мощная протурецкая агентурная сеть в России. лобби и плюс еще к этому есть как бы антиармянское мощное лобби. То есть вот есть отдельно антиармянское, а есть еще протурецкое, потому что это не одно и то же. Не одно и то же. Вот. И они, естественно, союзе вместе естественно сделали все, чтобы российская политика стала вот таким, каким она какая есть. А что касается вот остальным там дельцам, бизнесменам там про родину и так далее. Понимаете, не в деньгах вопрос о идеях, о смыслах. До сих пор ни армянское государство, ни армянская элита за рубежом, у них ничего нету, понимаете, никаких идей нет, смыслов нет, замысла никакого нет. Соответственно, они будут реагировать это к случаям, ну там где-то надо денег давать, соберут, отдадут, эти деньги будут разворованы и ничего к цели не достигнут, у них разочарование. Понимаете, Шармаздавур вкладывал, разочаровался, значит, этот Кенкорьян вкладывал, в итоге разочаровался. Почему? Потому что в Армении нет того механизма, нет того государственного устройства, которое могло бы грамотно канализировать эти денежные средства, нет проектов, нет стратегии, понимаете, это все не может, отсутствие вот этого всего, не может привести нашим процветанием, не может быть, просто, потому что сначала должно быть замысль, вокруг этого должна быть концепция, под концепцией строится стратегия, тактика, но еще и должна быть идеология, которая должна обеспечить армянскую безопасность, то есть безопасность, вот концепция национальной безопасности Армении, оно должно обеспечить не только Армения, Армян-Армения, но и Армян-Диаспория, и вот эта национальная идеология, основана на этой безопасности, должна быть самым таким важным инструментом в руках каждого в Армении, всего этого нет, поэтому кто как хочет, у кого-то есть друг, тетя, дядя, свадь, брат, отправляют туда деньги, куда идут потом эти деньги, никто не отчитывается. Армян-Армян, вот по поводу моего вопроса, который я задал, ну, армян, которые работают в СМИ и при этом молчали, вот я считаю вот так, вот, если ты не хочешь это никак комментировать, которое происходит, то, что происходит, скажем, в Армении, в Арцахе, да, ну, хотя бы молчи, взять, ну, я понимаю, что я не буду конкретных людей сейчас обсуждать, да, потому что вы наиболее, наверное, близко с ними знакомы, и потом с вас могут спросить, хотя это мои слова, это не вы говорите, да, ну, взять хотя бы, например, Тиграна Киасаяна, Маргариту Симонян, других личностей, которые просто, как я считаю, я думаю, многие меня в этом поддержат, они просто подливали масло в огонь, я думаю, ну, если ты не хочешь ничего комментировать, тогда уж лучше молчи, ты почему подливаешь масло в огонь, ты наоборот даешь пищу врагам, то есть, там были такие цитаты, такие высказывания, что я и моя команда в антитопоре только и делали, что опровергали своих же соотечественников, я вот это имел ввиду, когда я спросил, вот, почему наша диаспора, она была такой вот пассивной в те дни. Если взять вот на самые первые дни вот этого митинга в 18-м году в Кочиняновской, да, естественно, вся российская пресса, да, и эксперты, и вот наши армянские специалисты, журналисты, они восприняли это как попытка цветных революций, что это сарасята приходят в платье и начали их мочить, понимаете, лихорадочно. Но поскольку я знаю всех там хорошо, кто зачем и что делает, я просто привлекал их внимание, что, ребята, ну, во-первых, это спросите у ваших друзей из республиканской партии, у Кочаряна, спросите, что они натворили, что эти люди сегодня вот так они выходят на улицы. Вы не спрашиваете у них, спрашиваете тех, которые уже на площади стоят. Да, да, да. Поэтому я к этому относился абсолютно спокойно, абсолютно спокойно. Я знал, что это именно и партия власти передает правды управления Кочаряну, передает, это есть замысль, это есть план. Это не то, что там, а, как они вдруг лишний и так далее, стихи, но все, ничего стихи, но все было организовано. Все, надо было отдать Кочаряну власть. Причем очень неприятно было видеть, когда вот стоят такие ангажированные там Коротченко, Марков, кто там еще, Журавлев, да, и при них представители армянской национальности катят бочку в сторону Армении. То есть им только дай пищу, они и так ангажированы, уже и проплаченные Баку, да, и еще наши сидят и катят бочку. То есть со стороны это выглядело очень низко и мерзко. Смотрите, они не владеют армянским языком многие. Они не знают армянскую историю так глубоко. Они, скажем так, не жили в Армении. Не надо там как бы обвинять их в этом, потому что, ну, они не знают, понимаете, видят угрозу. Им говорят, это угроза. Для Армении угроза, для существования Армении угроза. Они начинают их радостно выступать против этой угрозы. Они истинно верят, что они борются против этой угрозы. Истинно верят, потому что они очень многие вещи не знают. Хотя, я, когда говорят саросяты, я говорю, спрашивайте вашего дорогого друга, Роберта Кагаряна, как при нем расплатились эти саросята. Именно прием. я говорил, приводил примеры. Когда я приезжал в Армению, я по федеральным каналам видел рекламу социальную. Это планирование семьи, где девушка просит своего мужа не рожать детей, потому что надо на ноги стоять и так далее. Это делали вообще саросята. Планирование семьи, это их дело. И у них тогда уже начали разрастаться все эти сети. Приквучая они про это при Сержи Саркисяне они уже стали привилегированы. Они уже легли, можно сказать, где-то уже под Сержа. Там все было под контролем. Там власти все контролировали. Ни одна группа, ни одна какая-то старосята не были вне внимания. Все были под контролем. И они плавно, деликатно так, играя демократии уличную, передали под контролем. Все. И вот эта истерика и так далее. Но это я говорю, что они от страха, что Армения может пострадать от этого. Здесь знаете, как выставляли, что Армения становится антироссийским, поэтому угроза, что они потеряют Карабах. А потом сказали, вот видите, пришел же Сомовский человек, или потеряли Карабах, теперь вы можете потерять к сожалению, это так. Вот я вам скажу такой пример. Я где-то 20 лет назад увидел, мне поступили жалобы от моих русских друзей, при том, это были женщины, были мужчины и так далее, что армянская молодежь в тлачевном состоянии в России, надо что-то этим делать. и я думал, что, вы знаете, говорю, есть государство, есть консульство, есть посольство, термин, общины, вот пусть они и занимаются. Потом увидел и понял, что действительно абсолютно трагичное положение, надо, вы помните, скилхеды убивали армян, и так далее. Но я начал в 2000-х годах выступать перед армянской аудиторией. Что в Еливане, в государственном университете, факультет журналистики, политологии, истории, филологии и так далее. И что в России, в разных городах, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Челябинск, в Минске даже был по приглашению армянской молодежи. Я пытался формировать вот это устройство нациообразующее, которое поможет армянам самостоятельно, автономно анализировать и думать, что надо делать, как надо делать, с кем надо делать и так далее. Так вы что думаете? Вся вот эта армянская орда выступила против меня. Обвинили там, черт его знает в чем. Что, мол, вот он там непонятно кто. Я не буду сейчас перечислять. То есть, я бы просто недоразумение там, знаете, вот замешательство. То есть, если бы я, например, открыл там, значит, дом Притонов, если я открыл Дарку Притонов, наверное, не было бы так столько возмущения, как это возмущение встало против, когда я начал выступать перед армянской молодежью. Притом, много народов приходило, понимаете, минимум сотни человек, и то 200, значит, в университетах и так далее, люди просто с такой жаждой приходили слушать. А я, понимаете, давал цикл лекций для того, чтобы у армян было комплексное представление, кто они такие. Комплексное, не отрывистое, вот здесь мы победили, здесь проиграли, а комплексное. Почему победили, почему проиграли, почему мы утратили государственность, как мы восстановили, почему мы сейчас это государство, мы не можем ничего с ним делать. То есть, вот это все это надо, чтобы заложить молодежь. Будущие страны, будущие государства, народы, это молодежь. Если вы не будете вкладывать в нем, если вы видите, другие будут вкладывать в нем. Не только соросят. Понимаете? Все. А дальше уже будет, это не ваша молодежь уже. Это будет не ваша. И когда даже я тогда выступал, многие говорят, да зачем нам это надо? Нам достаточно 200 лет истории знать и достаточно. важно, чтобы была демократия, свобода и так далее. И сейчас эти голоса есть. Никуда они не исчезли. Они наоборот, еще становятся больше и больше, потому что никто против этого не работает. Ни в диаспоре, ни в общинах, ни в офсовом государстве Арбас. Вот это по позиции Пашиняна, что он такой топ-менеджер, он должен менеджировать там и так далее. это приведет к национальной катастрофе. Мы можем просто утратить свою государственность. А потом скажут, народ, ты не достоин иметь государственности. Понимаете? Хотя мы очень стремились к этому, можно сказать, после падения геликийского государства, 600 лет, мы к этому шли и получили. Но тогда нужно к нему относиться. И вот это то, что я говорил, что это нужно создать. Без этого мы действительно 30 лет без этого по инерции идем. Советское воспитание Советского Союза воспитания воспитало таких людей, которые, можно сказать, без оружия победили Азербайджан. Без оружия. У всех были охотничьи ружи, значит, обрезы какие-то. И эти ребята пошли и победили. У них не было ни дворцов, ни армии, ни танков, ни... Я думаю, если бы не турецкие генералы с байрактарами и сейчас бы победили. Ну, вы знаете, если были бы, это уже не мое, значит, я хочу сказать, что сегодня мы и при этих байрактарах могли победить, если у нас была высокая организованность дисциплины и так далее. Мы могли. Вы понимаете, ребятам, которые я общался тогда и был на связи, даже звонил отчеток и так далее, они уже настолько осмелели, что, ну, как мы уже привыкли, знаем звуки, знаем, какой это байрактар, это не байрактар, кукурузный гигуру. То есть они уже начали даже с этими бороться, с этими байрактарами, уже ни одного системы поварного не работала, а они уже сами начали это самое, но вот это непонятное отступление, непонятные приказы и так далее, оно приведет к дезорганизации фронта. Понимаете? Дезорганизация. Естественно, уже можем сказать, было ли предательство, было, было там разгильдяйство, было, было там дезорганизация, было при поражении, что вы не сказали, все это будет правильно. Не пришли вовремя союзники, не пришли. Потому что поражение имеет тысячу объяснений. Уже скоро год будет, союзники до сих пор не пришли. У меня вот такой вопрос, меня недавно поразил один такой факт, ну буквально два-три дня назад. Вот недавно вы в очередной раз присутствовали на программе «Время покажет». Это же идет в прямом эфире, правильно? Прайм тайминг. Там обсуждали русофобию в ряде стран СНГ. Такое действительно есть. И в России, кстати, есть ксенофобия, и в сопредельных странах. Вот в студии обсудили, поговорили о казахе в Казахстане, который попросил там продавца русской национальности говорить по-казахски. По Киргизии там что-то обсудили тоже. Но в Азербайджане куда хуже было употреблено выражение, да, в адрес русского народа. И от человека, пусть и бывшего, хотя бывших послов не бывает, с него ранг никто официально не снимал, соответственно, он до сих пор чрезвычайный полномочный посол Азербайджана, да. И в адрес целого народа такое сказать, ни слова не было упомянуто. Откройте нам секрет, перед съемками обсуждалось, чтобы о нем вообще ничего не говорили. Только обсуждаем сегодня, допустим, Казахстан и Кыргызстан, а про Азербайджан ни слова. Нет, такого они, конечно, ничего не обсуждают. Просто ты приходишь, ты знаешь, о чем тема, да, ты приходишь там, они показывают эти кадры, потом мы начинаем это комментировать и так далее. Но, вот именно то, что вот этого нет, это и говорит о их мощи. Понимаете, мощь вот этих турок, бакинских и стамбульских, да, там очень сильна. Но, кроме того, еще есть не только они, есть еще мощные, антиармянские, я говорю, лобби, которые считают, что если что-то плохого скажут про Азербайджан, это будет полезно для армян, поэтому не надо говорить. Понимаете? Если там вырежут все русские, надо скрывать, не говорить, а то армяне узнают, им это будет хорошо. Лучше, чтобы их не радовать. Понимаете? То есть, настолько вот эта армянофобия есть у этих людей, да, и они пытаются Россию превратить в антиармянии. То есть, на фоне русофобии обсуждаемой имеется в виду и армянофобия в том числе. Конечно, конечно, это настолько, понимаете, вот я, надо различить, вот русский народ и российское государство. Это два разных субъекта. Русское государство не всегда вело политику благо русского народа, так скажем. Не всегда. А то еще и было против этого народа. Поэтому, я когда защищаю, я знаю, что я кого и зачем я это делаю. Я абсолютно точно знаю, что... А скажите, русофобия и критика Кремля, это одно и то же или разные вещи? Конечно, разные. Абсолютно разные, да. Просто порой бывает, нам показывают то, что кто-то где-то покритиковал, ну, скажем, не в России, а где-нибудь в ближнем или дальнем зарубежье Путина или там кого-нибудь из правительства России. И это приравнивается к русофобии. Я поэтому спросил. Вот смотрите, значит, российское государство, не важно, кто там по национальности, да, немка, значит, там, я не знаю, шотландец, англичанин, русский, армянин, грузин, не важно, они все считаются русскими. Понимаете? И они всех этих считают русскими. То есть, когда за рубежом кто-то говорит русский и так, русский и так, они не имеют в виду, естественно, вот этот народ, а имеют в виду еще Кремль. Кремль и политика Кремля. Не важно там, еще раз говоря, Грузин, немка, это самое, Екатерина или кто там, не важно. То есть, они считают их русскими и считают их русскими и критикуют их политику. Хотя бы, критиковали так много, но русский народ долго в риме была, можно сказать, в рабстве у себя, в государстве. Понимаете? По-моему, это у Льва Толстого, нет, я у того самого Николая кого-то читал цитату, очень, очень точная цитата была, я сейчас помню, у кого это я читал, значит, там такой фраз, государство расширялось, народ хилей. Понимаете? Народ хилей, государство, то есть, государственное расширение значит благосостояние русского народа. Это, по-моему, у Гумилева, нет? Нет, не Гумилева. Вот вылетели с головы, вы знаете, вот просто бывает так, что он писал, автор книги «Истоки и смысл русского коммунизма». Крутится. «Истоки и знакомы». Ладно, вспомнил по процессу, скажем, сейчас вылетел из головы, да. Так вот, значит, поэтому я видел, когда еще, значит, долгое время в Москве действовала банда азербайджанская, там, это называлось «Вебон», да, какой-то, они искали, значит, заставляли, и только во время вот этой войны, Карабахской войны, да, они их арестовали, главари, главари арестовали. А один из них, постоянный гость был, там, телевидение, Первом канале, такой весь, Альбинос такой, сидит там, значит, ворок. В итоге были арестованы. Роман, по-моему, его звали. Ну, нужно было ждать, пока будет война. И тогда мы должны были им арестовать. Если жалуют, поступали, выступали, говорят, тут же этих русских обвиняли, разжигание межнациональной розы. Представляете, русский человек просит защиты, а его обвиняют, что он разжигает межнациональную розы. То есть, ты должен... Ну, в принципе, посол Вагаб Заде объяснил, он ответил на все вопросы. Он сказал, что они там в Баку умирают с голоду, а деньги, икру и рыбу посылают в Россию. Да, да, да. Вот поэтому приходится тех же русских обвинять в ксенопобии в своей же стране в России. Поэтому здесь, как говорится, я ни к чему не удивляюсь, если все и так понятно, ты видишь, чей почерк, как они работают, там и так далее, ты уже понимаешь. А другое дело, что ты можешь сделать? Что ты можешь? имея такие возможности армяне, я вам говорю, возможности у армян великие, без преувеличения. Я, кстати, всегда критически к ним отношусь, вот этой элиты и так далее. Но они по своей натуре, они вот такие деловые, они вхожи в любую... Ну почему, почему им позволительно врать, например, это может сидеть профессор, доцент, журналист, кто угодно, он будет в студии сидеть и врать, что армян никогда не было на Кавказе, их завезли русские с помощью Грибоедова, выходцы они из Индии, и это все прохляет, да, это все пройдет. А армянину сказать что-нибудь, да, в защиту армян или в защиту себя, это уже получается ксенофобия. Вот поймите, вот это не просто так, это не просто так, это имеет глубинные корни. Я говорю, я очень этим долго занимался, я, может, как в 89-го года этим занимаюсь, я читал очень много про армян, очень много, и нас с кем смешивали, путали, короче, мы и индусы, прищепцы, цигане оттуда, 13-й колено евреев там, мы, и сейчас, сегодня в России даже есть такие люди, депутат Госдумы один пишет, значит, дает интервью там, один казахском, значит, интернет-издании, и говорит, вдумайтесь, значит, в России живут 3 миллиона армян, но они все по крови евреи. Вы представляете? И армянская община молчит. Никакой реакции. Ну как, мы все знают, что это не так. Подождите, депутат Госдумы заявляет, что вы все евреи по крови. Понимаете? Это почему это делается? Нужно формировать в исламском мире, что армяне это не армяне, это не те, христиане, не имеют никакого происхождения, индивидуально. Главное, что еще армяне, хаи, это разные народы. Да, и вот они евреи, что вы их будете жалеть? Что вы их будете помогать? Это же евреи, враги ислама, понимаете? То есть, это политика, я вам одну пример вам предложил, это в науке тоже так, везде. Я в России, например, увидел, значит, у меня где-то было, значит, это самое, читаю, значит, это русское издание похода Александра, восточный похода Александра Македонского, и там, где должно быть, что какие войска Дарья вывел против Македонского Александра, там одна, только одно предложение случайно исчезает, хотя это под редакцией Академии наук Российской Федерации, что армяне пришли, значит, 40 тысяч пехоты, 7 тысяч школьницы и цари у них влаги. То есть, это предложение исчезает, потому что из истории вообще и только надо посмотреть в первой искусной, чтобы увидеть, что это предложение там есть, понимаете, да? То есть, это такая организованная, она как бы такой всеоблемующий такой поход на армян, чтобы, скажем так, из него сделать врагом для России, для... Армян Академович, я вас перебью, но Бог свидетель, вы тоже свидетели, что я не знал, что вы затронете эту тему, я как раз перед тем, как с вами говорить, я читал как раз-таки эту самую книгу, правда, вот в электронном виде, но я читаю подлинник, это армяне битва при Гавгамелах, да? Да, я как раз об этом читал, но в моем, здесь написано, в этой битве армяне были союзниками персов и воевали на левом фланге персидской армии, медийцы на правом, а в центре персы, вы об этом говорите? И в этой войне, вы там должны читать, что там численность 40 тысяч пехот и 7 тысяч полицей, в этой битве медийцы предали Дарьи, его начальник штаба предал персидской и центр фронта раскрывается и македоский, но Левеслан, где армяне, там они громили спартанцев, там они громили, и уже у них было отчаянно, там просили Бакетонского дойти до помощи, потому что Леви Франк будет разгромлен, и вдруг, а Александр знал, что скоро будет это предательство, он всегда умел подкупить, как американцы, Александр всегда побеждал там, где подкупил, или противник был очень слабый, по сравнению с ним, но Гарганели, он сумел, и далее ошибки его, что он не понял, что есть предатели, что его элита, свита предает его, он при Сиси, там, где должен был этот человек, который возглавил персидскую армию, не допустить перехода Македонского реку, он сбежал оттуда, да, уже до этого он должен был его казнить, а у него он как бы не наказывает, а потом он же и раскрывает этот самый фронт, и становится, ну, скажем там, главой Бавилона, этот предатель, то есть это значит, что это было предательство, иначе почему Александр должен был этого начальника, военачальника дать такую должность, но не важно, не важно, просто вот таких местах, очень много таких исторических моментов, что кто-то так скрупулезно ретуширует это, что касается армян, ретуширует, да, и, наверное, потому что армяне это евреи, да, да, кстати, еще один такой момент, это такой вот штричок, значит, есть Иосиф Флавин, который, в России очень много спорят, кто такие гексосы, гексосы, и вот, значит, Иосиф Флавин своим, значит, этим самым работам, по-моему, это иудейский войн, иудейский войн, по-моему, в этом точно сейчас не могу помнить, но у меня все есть это фиксировано, я могу сказать, значит, там он упоминает, что гексосы, гексосы, значит, надо читать не гексосы, а хайксосы, потому что между х и к дифтонг надо читать ай, а если ты читаешь айк, он становится хайк, то есть армения, можно сказать, хайк, это армянское название Армении, так вот, когда в 2002 году были переизданы Иосиф Флави, это предложение тоже исчезло, понимаете, только нужно посмотреть опять, там 55-го года, там еще есть, если это кто-то делает, это же не случайно, понимаете, но армянам это, особенно его бизнес, где-то не касается, это не волнует, но вот так и ретуширует постепенно, постепенно, и формирует эту картину антиармянскую. Да, к сожалению, это так. Ну, мы от истории немного отойдем сейчас, вернемся все-таки в политику, и нам уже скоро пора уже заканчивать, мне подсказывают, 50-е уже минута нашего эфира, вот ваше отношение все-таки к Пашиняну, я не услышал, вот выбрали его, да, вот такое ощущение, будто бы это тоже зло, но зло более мягкое, чем Кочарян. Ваше отношение, вот если бы вы были бы в Армении, за кого бы вы проголосовали, есть такой кандидат, на ваш взгляд? Я был в Армении и ни за кого не проголосовал, потому что для меня они все, четыре президента, Петросян, Кочарян, Сарскийсян и Пашинян, они для меня не состоявшиеся президенты, и они нанесли, по моему мнению, достаточно вреда для Армении. В силу разных причин, не догоняли, не понимали, не знали, не были достаточно подготовлены и так далее. Мне все равно, понимаете, если вы не провели, вы понимаете, это нонсенс, мы победили на войне, 30 лет не смогли решать этот карабахский статус. 30 лет. Это, когда этот первый президент, Левон, так говорится, попросил у народа железного черпата, как у этого Кремлян-Гайрик, ему дали этот железный черпак. Он бросил и убежал. Понимаете, вот поэтому не надо понтоваться, что вы такие крутые, там, президент, вот это то сделал, то сделал, то сделал. Итог. Какой? Никакой. Победы на поле боя они не могли дипломатически утвердить. это слабость или предательство или инкомпетентность мне или нам поколениям другим неинтересно. Нам нужен результат. Понимаете? И вот мы видим, что никто из них не решил эту проблему, но Пашиняк, конечно, привел поражение. Это факт. От этого никуда не денешься. Но поскольку он у власти и Москва не против, чтобы он был у власти, он у нас. И это главное, да. Хотя его называют прозападным человеком. Это дают экспертам так говорить. А в своих кругах они отлично знают, что это их человек. Я еще раз говорю, если Москва не захотела Пашиняна, за два часа его нашли где-то задушены. О чем вы говорите? Это абсолютно прокремлевский человек. И он выполняет то, что Москва ему предлагает. И здесь не скрывают этого. Они говорят, там он легатим. Не скрывают. Потому что значит все, что Москва предлагает, Пашиняна принимает. Он для этого и там сидит. Он для этого и пришел к власти. и так далее. Поэтому вот эта игра саросята, там западники и так далее, это для лохов. Знаете, вот сейчас там пишут обсуждения и так далее. Поэтому четыре президента, они не удовлетворили чаянии армазского народа. Притом не только карабахскую вопрос, но и внутриполитическую, социально-экономическую, культурную, духовную. Вообще провалили все, понимаете. И еще такой вот последний вопрос. Я бы хотел с вами поговорить по поводу Сюнюкского коридора, да, или как говорят Зангизурский. Вот, ну, понятно, что и тут и Россия давит тоже. Нафига этот коридор России? Вот хотелось бы спросить. И разве России не выгоден все-таки другой коридор, Север-Юг, который бы соединил ее с Персидским заливом? Все-таки Иран наиболее дружественная страна, а там и Индия тоже. Почему Россия так активно выступает за Зангизурский коридор? Вот, давайте выясним, а кто такая Россия? Кто представляет Россию? Не знаю. Это олигархат. Это крупный олигархат, который имеет свои бизнес-интересы и геополитику наплевать. Да, посол России в Армении, он же работает не на алигархат, он все-таки официальный представитель, я не думаю, что без указания сверху МИДа или правительства России, он может себе позволить вот так вот сказать, например, что эффективен этот коридор, в том числе и для Армении, и для России. Хотя, честно говоря, я не вижу никакой эффективности. Это коридор, наоборот, дорога пантюркизма. Я бы этот коридор назвал так, тропа пантюркизма. Об этом я говорил, неоднократно я это достаиваю, но еще раз повторяю, что политику определяют крупный капитал, финансовый капитал, у них нет такое понятие геополитические интересы, нет понятия Армения, союзник России, они будут продавать этим товаром так, кто сколько заплатит. То есть я прав, если я говорю, что в правительстве России больше менеджеры, чем политики? Прав, это абсолютно так. Спасибо. Они пришли люди, которые вообще в геополитике не разбираются, в истории России, в культуре России не разбираются, они пришли, это деловые люди, дельцы, воротилы, денежные, понимаете, им это все, это для нищих, как они нас называют, нищебродами там, для них народ это вот такой, нищеброды, которым, в общем-то, они не интересуются им, понимаете, когда они громко орут, кричат, там будут и так далее, ну да, давайте сейчас на них посмотрим свисока, кое-что им дадим и так далее. Поэтому, что касается вот Суникского, вот этого коридора, да, вы обратите внимание, вот Иран, ну, самостоятельная, независимая страна, самодостаточная страна, уже сколько раз предлагает России союза по разным направлениям, против Запада, пожалуйста, значит, региональная безопасность, пожалуйста, коллективная безопасность, пожалуйста, Иран нигде не впускает, а вот турки, то есть турки, бакинские турки, истамбульские турки, Пакистан, Афганистан, они все желательные люди, значит, в России, понимаете, вот сейчас, я понял вашу мысль, нужно быть бандитом, чтобы Россия тебя полюбила, ну, я здесь вот хочу вот уточнить, чтобы вы поняли, что происходит, что для вас уже не было, вот знаете, российская классическая школа, геополитическая, выделяет вот три зоны, это, это евразийцы, да, вот это советский, турки, и, сколько говорят, есть, собственно, Европа, есть, собственно, Азия, но между ними есть серединный мир, Евразия, это Россия, суть России быть евразийской империей, и советский союз, это классический образ этой евразийской империи, когда держался баланс между христианской культурой и мусульманской культурой, да, девять христианские республики, шесть азиатские, восточная Европа христианская, там, Вьетнам азиатская, там, латынские, там, страны, в общем, ближний восток, Советский Союз сохранял этот баланс. Сегодня этот баланс разрушен. Сегодня Россию из евразийской империи, российские политики финансисты, превращают азиатскую страну. Ну, я могу только на это вспомнить Киплинга, который сказал, что Россия, будучи внешне Европой, но менталитетом Азия, должна называться не Евразией, а Азиопой. Так вот, а это еще развил до уровня геополитической стратегии Бежитинский, Збигдак Бежитинский, который сказал, вот, умеющие читать могут брать у его книги «Великая шахматная доска». Это настолько для него важно, что он несколько раз повторяет в книге, что Россию нужно оторвать всех этих христианских стран, Россию надо оторвать от Украины, и демографическим спадом русского населения Россия просто превратится в азиатской страны. То есть, все люди в России, эксперты политики, которые ратовали за Азию, они хоронят Россию как Евразийскую империю, понимаете? Хотя они выступают патриотической точки зрения, что они патриоты и так далее, но они выполняют как раз стратегию Бежитинского, потому что Россия демографически не может, русский народ, не может, понимаете, вот столько азиатов принимать, потому что и плюс к этому теперь говорят, что Турция, Азербайджан, Афганистан, Пакистан будут наблюдателями Горде Кабе, это как похоронное бюро для русского народа, понимаете, потому что это столько, притом Ирана там нет места, которые более надежные, более вероятные, предсказуемые, добрососед там и так далее, Ирану отдаляют, а вот эти страны почему-то стали элиминчиками, и поэтому вы давайте посмотрите, если демография русского народа сокращается, а сокращается стремительно, несмотря на Крым, несмотря на из Донбасса граждане и так далее, все равно сокращается, то на вот этот скажем так приток азиатского населения просто Россию поглотят, понимаете, я ничего против к этим азиатским странам, вопрос в том, что если русские были двести, ну азиатские страны тут в основном это страны бывшего Советского Союза, да, это Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, но с другой стороны, Россия поддерживает их правительство, правительство, которое вот уже много лет тоже не может предоставить своим гражданам работу, им приходится уезжать в Россию, если бы Россия не поддерживала бы их правительство, того же Рахмона и других, то может быть что-нибудь да и получилось бы у них, я не знаю. Но Россия, к сожалению, не имеет свою такую национальную стратегию, чтобы вот это все так красиво разрулить. Еще раз повторяю, что Россия сегодня это олигархическая страна, это олигархическая она и поддерживает вот эту олигархию в этих странах. Почему люди бегут оттуда, хоть в Россию, хоть куда? Поэтому нам надеяться надо, чтобы когда-нибудь в Россию придут национально ориентированные элиты, которые будут понимать, что такое интересы народа, интересы страны, геополитические интересы, геополитическую сущность России и русского народа и будут придерживаться этим принципам. Иначе Россия, как великая директор, исчезнет. Да, дай Бог. Да, будем надеяться и, как говорится, всячески помогать, чтобы это состоялось. Рая Каганась, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. К сожалению, мы уже больше часа проговорили, да, хотя изначально планировали 40 минут. Спасибо, что были сегодня с нами. Ну, а я хочу обратиться к нашим зрителям. Тут было недавно в Кормне сказано, что я отвечаю на вопросы лишь раз в полгода. Что ж, я даю на этот раз возможность. Можете к следующему эфиру подготовлюсь и можете вот под этим выпуском оставлять свои вопросы и в следующий свой эфир я отвечу на все ваши вопросы, которые вы мне оставили. Только очень вас прошу. Писать мне не в личку, ни на Facebook, ни ВКонтакте, ни по почте присылать. На такие вопросы отвечать я не буду. Исключительно вот здесь под этим выпуском. Оставляйте свои вопросы. Я знаю, что были вопросы и от некоторых армянских блогеров, которые сказали, якобы, он мне писал, я ему не ответил. Не верьте, ничего подобного не было. Если он хочет что-то у меня спросить, вот тоже пусть оставляет свой вопрос и в самое ближайшее время я отвечу на все ваши вопросы. Еще раз спасибо, Райка Ганесович, за сегодняшнюю встречу. Удачи вам. Будем следить за вашими мыслями, за вашим спичем на российских телеканалах. Вы уж извините, но вы и вам подобные это наши послы народа в федеральных каналах Российской Федерации. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok,